Сегодня подписано соглашение о взаимодействии между кабинетом министров, публичным акционерным обществом Т-Плюс и администрациями двух городов Чебоксар и Новочебоксарска. В соответствии с ним генерирующая компания готова вложить в модернизацию муниципальных тепловых хозяйств до 15 миллиардов рублей. Нынешний механизм формирования тарифов не дает возможности инвесторам вкладывать средства в реконструкцию. Закон не гарантирует возврата инвестиций. Так называемый метод альтернативной котельной позволит отрегулировать на долгосрочную перспективу тарифы. А главное, позволит инвесторам вкладывать средства в реконструкцию мощностей и строительство новых котельных. Напомним, изношенность коммунальной инфраструктуры обоих городов доходит до 70%, что тормозит нормальное теплоснабжение. Подписанию соглашения предшествовала серьезная работа. Я, во-первых, хотел бы сказать слава благодарности руководству региона. Я считаю, что ту договоренность, которую мы намерены и собираемся реализовать в республике Чувашия, мы достигли достаточно быстро. Важно то, что мы понимаем стратегию действия в регионе. Не на год, как это у нас раньше бывало на уровне тарифных решений, а с перспективой длинной, 20-25 лет. Соглашение позволяет определить наше намерение в точке зрения поддержания состояния тепловых сетей, сохранение их безаварийности, а главное, не старение, не приведение в негодный порядок. Главы администрации двух городов видят в этом соглашении реальную возможность наконец-то модернизировать тепловые сети, наладить нормальное обеспечение горожан теплом и горячей водой. У нас 583 многоквартирных дома. За все эти 60 лет тепловые сети практически не подвергались реконструкции и капитальному ремонту и имеют высокую степень износа. Поэтому наша задача в рамках этого соглашения провести реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, обеспечить качественное теплоснабжение населения города Новочебоксарска и при этом сохранить тариф, либо оно должно быть плавное и незначительное повышение в рамках инфляции. Государственное частное партнерство. И мы считаем этот вариант наиболее перспективным. В течение 25 лет ставим условия полного обновления всех теплосетей, всего оборудования, котельных на территории города. В том числе строительство трех котельных в Заволжье. Резонный вопрос. Не поднимутся ли тарифы при переходе на новую модель определения стоимости тепла? Большого роста тарифа быть не должно. Он будет расти в рамках предельных значений, установленных службой по тарифам. Тариф будет единым по городу. Можно наметить прогнозируемый, понятный и для потребителя, а самое главное, скажем так, не сильно бьющий по карману тариф. Но за счет его постоянства на долгую перспективу можно привести серьезную реконструкцию существующих как сетей, так и объектов генерации тепла. За счет вот этого большого инвестиционного процесса можно, с одной стороны, создать совершенно современные котельные, которые будут генерировать, во-первых, тепло по более низкости и бессоемости, во-вторых, это будут совершенно иные по экологическим стандартам объекты генерации. Второе, сами сети. Цена не будет расти скачкообразно, понятными темпами и, естественно, в рамках установленных законодательством пределов.